всем привет продолжаем знакомиться с творчеством художников скульпторов жюль паскин живописец график парижской школы родился 31 марта 1785 года родился приграничном болгарском городе видим многодетной семьи был восьмым ребенком из 11 отец торговец верно разговорным языком в семье был еврейский и испанский 1892 году переехал с родителями бухарест четырьмя годами позже был отправлен учиться в интернат в вене после окончания интерната в 1901 году работал отцовской фирмы учился живописи в вене в мюнхене художественной школе морица хаймана сотрудничал с сатирическими изданиями я цитирую переводную википедию прибыл в париж 1905 году работал в студии на монпарнасе затем на манмарты стал подписываться псевдонимом паскин был завсегдатаем кафе дом и селект получил дружеские прозвище князь монпарнаса князь трех холмов 1907 году познакомился с арминой давид внучкин жакуи давида в то время натурщицы позже художницы кори на ней и женился в 1918 году уже в сша первая персональная выставка паскина состоялась берлинской галереи пауле кассирера 1907 году заказу кассирера иллюстрировал генриха гьюина выставлялся на берлинском сессиционе осеннем салоне салоне независимый в 1914 году спасаясь от военной службы благодаря финансовой поддержке старшего брата иосифа из лондона переехал нью-йорк где прожил до 1920 года получив американское гражданство к нему в 1915 году переехала эрмина давид который каждую зиму проводил южных штатах и на кубе его любимыми сюжетами на протяжении всей жизни оставались изображения сцен из повседневной жизни женское тело картины и рисунки эротического характера большая часть его работ всегда останется отмеченной силой сатиры и яростной карикатуры его рисунки с толстыми известными линиями искусными тонами акварелью подчеркнутый углем тушью приближается к миру гравюры по дереву или литографии возвращается в париж в августе 1927 опять приезжает с сша ознакомиться с сисиль видиль с которой у нее была романтическая связь еще в 1910 году когда она была замужем за первым крогом принимает участие в различных выставках я не буду перечислять нью-йоркская выставка 1930 года получила отрицательные отзывы критиков паскин с юности мучившийся депрессиями и постоянно сомневающий собственном даре покончил жизнь самоубийством повесившись в парижской мастерской и оставив на стене надпись крови прости люси все свое имущество картина завещает арменик давид и люси крол в день похорон 7 июня все парижские галереи были закрыты надо сказать что паскин был блестящим рисовальщиком карикатуристом остался в истории искусства автором выразительных и точных портретов творчество паскин для советской публики открыл илья эренбург посвятив художнику несколько страниц мемуарной книги 1960-х годов люди годы жизни 2008 году выставка паскина прошла в московской галереи про именем художника назван мыс паскин антарктиде но так вкратце из переводной википедии о художнике живописцы графики парижской школы жюль паскин пока пока до свидания до свидания